О снижении аварийности на дорогах вновь говорили на районной комиссии по безопасности дорожного движения. Статистика и аналитические данные, по мнению специалистов, требуют дополнительных мер по предотвращению ДТП. Так, на некоторых участках дорог предлагают установить дополнительное освещение, искусственные неровности на подъездах к пешеходным переходам. Отдельный вопрос повестки дня – состояние железнодорожных переездов и меры по повышению безопасности. Обследование было проведено. Аварийность на железнодорожных переездах на территории Сергиево-Пасадского муниципального района отсутствует, слава богу. В основном нарекания идут о состоянии железнодорожных переездах и подходов к ним в непосредственной близости, за что отвечает непосредственно железная дорога. Сознанных крупных замечаний на сегодняшний момент по железнодорожным переездам в администрации нет. Основное беспокойство вызывает предыдущая аварийность и смертность людей на переезде Рыбной. Самый криминальный в пределах Сергиева-Пасада переезд на Первой Рыбной улице минувший ночью уже подремонтировали новым асфальтом. То же самое в ближайшие дни сделают на Вифанской. Диулинский переезд скоро уйдет в историю. Однако высказано предположение, что по завершении строительства путепровода для транспортных потоков могут возникнуть сложности на пересечении углической трассы с дорогой А-108. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, потому что там километровые пробки будут, скорее всего, если не решить вопрос с развязкой двухуровневой. Поэтому здесь тоже оперативно надо решать. Я боюсь, что мы тут немножко опоздаем с федеральными дорожными службами. Еще одна серьезная тема – подготовка улично-дорожной сети к началу нового учебного года. За лето почти повсеместно стерлась специальная разметка на подходах к школам. Где-то ее не видны за ветками деревьев, где-то исчезли лежачие полицейские. Пешеходные переходы обустроены в соответствии с стандартами национальными. То есть у нас есть светофоры Т-7 везде. Перенаграждение необходимо. И необходимы дорожные знаки в том числе и по новым истанным стандартам на светоразвращение шлема форицы с целью пленкой в желто-зеленом цвет. И сейчас проводится проверка у нас по выявлению достатков обустройства. Технические средства организации движения дорожные знаки, ограждения, дорожная разметка. Все выявляется и устроим до 25 августа. Представитель Мосавтодор гарантировал, что до 25 августа дорожную разметку в пределах района обновят в полном объеме.